Закончить строительство новой 11-й школы и начать ремонт в старой. Изначально план был таким, но подрядчик по строительству подвел. Работы на объекте не идут уже несколько месяцев. Сейчас администрация в одностороннем порядке расторгает контракт на строительство и ищет нового подрядчика. Между тем, в старом здании 11-й школы капитальный ремонт придется совмещать с учебным процессом. Будем отрабатывать, прям очень четко будет расписан план производства работ. Вот выходные дни, каникулярный период, вечернее время, чтобы не мешало. Капитальный ремонт в 11-й школе будет проводить компания «Мастер кровля». 12 человек из организации уже въехали в город и знакомятся с объектом. Остальные должны въехать в ближайшее время. До сентября планируют поменять в здании окна и отремонтировать фасад. Строительная организация анализировала объемы и виды работ. И всю инженерную инфраструктуру, которая существует, сети в школе, они посмотрели, в принципе, говорят, что даже локально можно даже тепловые сети. То есть, если они сейчас оперативные стояки основные поменяют, потом локально менять куски в аудиториях. Труда не составляет. Это буквально в течение дня кабинет, все меняется. Срок окончания ремонта по договору 1 июля следующего года. В администрации уверены, подрядчик с задачей справится. В ближайшее время обсудят и согласуют план работ. Депутаты выразили готовность следить за соблюдением графика в реальном режиме. Выслушивать отчеты о произведенных работах раз в квартал. Также Леонид Бородулин сообщил, что в 22-м микрорайоне появится еще одна школа. Ее планируют построить на пустыре между улицами Павлика Морозова и Зернова. На том месте, где раньше планировали возвести ФОК. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.